Отсутствие доступного водоснабжения, низкая зарплата, перебои с льготными лекарствами и слабая материально-техническая база медучреждений. В селах Северного Казахстана жители сталкиваются с одними и теми же проблемами. О них говорят на отчетных встречах Акимов. 17 января задать свой вопрос руководителю Тимирязевского района смогли жители села Дружбы. Это единственный населенный пункт в интернациональном сельском округе. Подробнее в нашем материале. Пункт раздачи воды – это единственный источник живительной влаги в селе Дружба. Жители населенного пункта не теряют надежды, что вода станет доступнее. И который год поднимают этот вопрос на отчетные встречи Акимов. Только подключите на голову. На выезде старики не злой. Забирают под Москву, что у нас и так стариков не осталось. Вот, пожалейте нас. Первоцелинница Вере Шалашниковой есть с чем сравнивать. Когда-то вода в интернациональном сельском округе была постоянно и в шаговой доступности. Колонки здесь не работают с конца 90-х. Воду можно набрать лишь на окраине села. И то в определенное время. Час до обеда и час после. Кстати, Дружба – не единственное село в районе, где есть такая проблема. Вот мы сейчас посчитали, нам надо где-то 59 миллионов по району, для того, чтобы в этих населенных пунктах, 18, дать Богу. И эти деньги у нас, слава Богу, есть. Поэтому я ни на лопусь, ни на республику, мы не надеемся, чисто вот на себя. Всего здесь живут 326 человек. Чтобы обеспечить дружбу водой, нужно почти 4 миллиона тенге. Их в этом году обещают выделить. Еще один вопрос, который не первый год поднимают сельчане на отчетных встречах с местной властью – арендная плата за земельные паи. С 2003 года ими распоряжается ТО от Амикена Агротимирязева. Но сколько должны получать паищики за свои гектары, сельчане не могут разобраться до сих пор. Мы сдали 27 туда гектар, получаем только за пашню, 18 гектар. За это время, что находится у них земля, даже пашня там изменилась. Какую-то землю они перевели из сельхозугодия, перевели в пашню. Но это даже документально все оформлено. Но с нами так и рассчитывается за 18 гектар. Соберитесь, значит, какие-то травы. Есть у нас земельщики, я пошлю, пожалуйста, туда. Все эти доказательные, это будем уже рассматривать. Я не думаю, что они настолько, значит, как говорится, будут экономить. Вопрос обеспечения бесплатными лекарствами тоже не остался без внимания. Жители жалуются, что получают их только 2-3 раза в год. Да, к сожалению, есть такая проблема, есть перебои. Но, надеемся, таких проблем в 2018 году не будет. Потому что такая проблема не только у нас в районе, и в области, и по всей республике. У Магауизи Кирина вопрос тоже главврачу районной больницы. Говорит, стал свидетелем факта, когда в Темирязево молодому человеку не смогли оказать медицинскую помощь. Главврач районной больницы пообещала разобраться в ситуации и наказать виновных. Дефицит медицинских кадров, нехватка оборудования. Проблемы постепенно решаются. На укрепление материально-технической базы медучреждений в 2017 году в Темирязевском районе потратили 30 миллионов тенге. А в интернациональном сельском округе наладили автобусное сообщение с райцентром. На всех улицах дружбы установили фонари. Часть вопросов, озвученных на отчетных встречах, год назад местной администрации удалось решить. Кстати, на сей раз сельчане не нашли ящика для сбора писем с обращениями. Надеются, что, несмотря на это, проблемы населенного пункта все-таки не останутся без внимания. Жан Сулут Астемирова, Желуд Азбекер Муканов, Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok